В Югорском государственном университете пройдет вузовский отборочный чемпионат по стандартам WorldSkillsRussia. Все подробности узнаем у проректора по учебной работе Югорского университета Кучина Романа Викторовича и участника чемпионата Алексея Астраханцева. Доброе утро. Доброе утро. Роман Викторович, к вам первый вопрос. Вот что это такое за движение? Для чего оно вообще создало? Да. Движение зародилось давно, еще в 1947 году. На уровне вуза этот чемпионат проходит впервые в этом году. У нас есть такая уникальная возможность, что в нашем чемпионате помимо студентов высшего профессионального образования, это специалитеты, бакалавриат, будут принимать участие студенты наших филиалов. То есть это уровень среднего профессионального образования. Ну это отлично. А вот название-то страшное. WorldSkillsRussia. Еще, да и стандарты нам, людям непосвященным, непонятно, в чем будут состязаться-то? Значит, состязаться будут они у нас в течение двух дней. Мы проводим состязания по трем направлениям. Это программные решения для бизнеса, это лаборант химанализа и физическая культура. Значит, есть жестко регламентированные профессиональные стандарты, к которым мы должны стремиться в нашей образовательной деятельности и в дальнейшем в профессиональной деятельности, чтобы побыстрее прошел период адаптации. Вот по этим стандартам мы будем соревноваться и в перспективе эти вещи будут введены и как обязательная составляющая образовательного процесса, уровня бакалавриата и специалитета. Хорошо. А вот три компетенции, да, о которых вы сказали. Ну хотя бы в двух словах, чтобы понимание какое-то было, вот о каждой. Ну что будет представлено в них и какие задания? Ну, во-первых, все задания уже у нас вывешены на сайте, да, поэтому можете зайти к нам на сайт, посмотреть по каждому направлению подготовки. Есть информационная карта, есть примерный перечень вопросов, что будет освещено, да, есть, значит, как будет располагаться все оборудование для решения этих задач. Ну и, наверное, может, участников можно послушать по этому вопросу, потому что они уже глубоко погружены в процесс. Алексей, вот уже сказали, да, вы уже погружены. С чем вы будете штурмовать чемпиона? Ну, у нас будет пять заданий, ну, пять конкурсных заданий. Будет первое задание как мастер-класс, то есть мы должны будем показать, ну, то, что умеем сами и соответствовать выбранной теме. В какой компетенции? Физической. А, физическая культура, так. Да. Будут заданы какие-то условия, ну, то есть тематика и возрастная периодизация тоже. Соответственно, относительно этого мы будем уже как-то импровизировать на задании. Ну, хорошо, но есть же какие-то специальные задания, которые требуют подготовки, я так понимаю, что это, возможно, какие-то уроки, правильно? Да, будет задание приведения основной части урока физической культуры. И, ну, и вроде как все из-за такого основного. Но там тоже, получается, много будет зависеть от, какая будет школа, ну, начальная, старшая или средняя. И тоже от тематики самого урока. Хорошо. А вот на яркость, на креативность, потому что, допустим, у меня есть очень такой яркий друг, учитель физической культуры, уроки у него постоянно очень яркие, какие-то интересные. Это будет учитываться в конкурсе? То есть не просто подать вот предмет именно ваше? Ну, я думаю, что да, там есть определенные критерии судейства. И я думаю, что как артистичность там это тоже будет учитываться. А вот такое небольшое прединтервью состоялось у нас с вами. Вы еще говорили о каком-то флешмобе. Да, это будет тоже одно из заданий. То есть надо будет организовать и провести танцевальный флешмоб. И там вроде как тоже могут, типа, ну, тематика гимнастики или легкой атлетики. Будет какая-то музыка, и мы уже как на ходу должны будем придумывать движения и показывать их. Хорошо. Роман Викторович, да? Можно? Пожалуйста, Валиду, пожалуйста. Роман Викторович, а кто будет оценивать вообще все это? Да, процедура очень серьезная. Вот по каждому направлению мы подготовили экспертов. То есть они прошли соответствующее обучение, получили сертификаты и допуск. Очень строгая и четкая критериальная оценка по каждому направлению будет ими проведена. И на каждого участника будет по одному эксперту. То есть это будет жестко. То есть вопросов о правильности судейства и о принятии решений не возникнет. Но вот это все-таки муниципальный этап. Ну да, внутривузовский. Дальше, да, внутривузовский. Дальше будет, наверное, да. Да, победители поедут представлять, ну, Югру, как получается, да, на всероссийском уже этапе, да, итоговом. Значит, ну и будут участвовать уже в чемпионате России. А где он будет проходить? Еще непонятно? Вот, к сожалению, сейчас не могу сказать, да. Но подводка идет у нас с 2019 года. В 2019 году в Казани мы принимаем мировое первенство, поэтому заранее начали готовиться. Сначала точечно спрошу, Алексей, как оцениваете вы свои шансы на победу? Ну, я думаю, шансы всегда есть на победу. Пока главное показать на то, что готовы, достойный результат. Так как, ну, до этого в таких конкурсах не принимали участие. Смотрим, что получится. Хорошо, Роман Викторович, все-таки мы по олимпийской системе или, как вы считаете, студенты Югорского государственного университета достойны представить уже на российском? Ну, конечно, опыт это самое важное, что нам дается в этой жизни, да, его ни за какие деньги не купишь, поэтому участие, олимпийский принцип это самое главное. Потому что нужно сначала себя попробовать, да, а потом уже понять, да, правильно мы двигаемся или неправильно, и скорректировать свою траекторию движения. В том числе образовательную. Ну, сильнейший, конечно, победит и будет достойно представлять ЮГРУ уже на всероссийском конкурсе. Поэтому, ну, это очень большая польза от этого мероприятия, как для студентов, так и для преподавателей, ну, и для всей нашей общественности. Это колоссальный опыт. Спасибо большое. Большое спасибо. Спасибо большое, Роман Ильич Алексеевич. Желаем вам удачи, пусть, конечно же, победите вы, потому что вы сегодня к нам пришли на передачу. Спасибо вам огромное, вам желаем хорошего дня, и с вами тоже не прощаемся, увидимся через две минуты. Спасибо.